Девушки отдыхают Иначе он умрет с голоду Простая арифметика Вот всего-то дел Продукты купить Никаких проблем Полные магазины Полки ломятся А деньги где взять? Ну тоже не вопрос Если ты работаешь Так ты и зарабатываешь Ведь кто работает Тот и ест А вот тут как раз проблемка Работать нам теперь нельзя Владимир Владимирович запретил Объявил выходной месяц И заставил нас сидеть дома Ну вот вообще на самом деле Все правильно Так вот нам и надо Нечего было вон по пикникам Болтаться и друг друга заражать Вот кто же спорит Здоровье народа У Владимир Владимировича Главная забота Только хотелось бы К этой заботе Пошаговую инструкцию получить Как этот месяц прожить Да еще и со всей семьей Конечно Можно прожить некоторое время На старых запасах Но дальше запасы эти Как продуктовые Так и денежные Закончатся И семье может грозить Самый настоящий голод А если кто-то из членов семьи Еще занимался малым Или средним бизнесом То еще и банкротство Его фирмы И вот тут возникает вопрос К президенту Это забота о здоровье Относится ко всему населению Или только к тем У кого запасы нескончаемые Или это вовсе не забота А выражаясь языком Его коллега По прежнему месту работы Натуральное вредительство Потому что нежелание Путина В этих условиях Начать прямые денежные выплаты Населению И малому и среднему бизнесу А также освободить его От уплаты налогов и ЖКХ Именно это и означает Боюсь спросить А что люди будут есть Если Путин продлит выходной месяц До конца мая Большинство Если еще не закончились Так уж точно Закончатся денежные сбережения И захотят они Выйти на улицу Чтобы запасы эти пополнить А чтобы они сделали А чтобы они сидели дома Нужно еще сейчас Начать раздавать людям деньги Как это сделали в США В США, Германии, Италии, Испании, Чехии, Дании, Канаде, Израиле, Японии, Сингапуре и даже в Казахстане и Узбекистане Вообще среди всех европейских стран есть только две страны Власти которых отказываются помогать населению и бизнесу пережить кризис Это Россия и Украина Ну последнее еще можно как-то понять А так как у Украины практически нет денежных запасов Она вон как манну небесную ждет кредита от МВФ А России никакой МВФ не нужен У нас вон в кубышке лежит 18 миллиардов рублей Наших с вами рублей Про которые нам говорили, что они хранятся на черный день Ну так вот он и наступил этот день Чернее уже некуда Конечно немного почернело и у Сечина Но если он будет получать в день не 5 миллионов рублей А скажем всего 3 Ничего не случится Ну ни он, ни другие потерпевшие путинские друзья Уж точно с голоду не умрут В отличие от большинства населения И вопрос уже не стоит Должен ли Путин заплатить населению или нет Вопрос стоит так Или он начинает платить в ближайшее время Или получит социальный взрыв Тоже в ближайшее время Считайте, что это его выбор Вот все видели, что произошло в Северной Осетии Протесты, которые легко подавили А подавили потому, что разгоняли его гвардия из Ростова Так как местные отказались это делать Так вот, если не начнется помощь населению и малому бизнесу То протесты вспыхнут во многих регионах И у Кремля просто не хватит сил Перебрасывать Росгвардии из одного региона в другой Для разгона демонстраций И так будет по всей России И все только из-за нежелания Путина Компенсировать материальные убытки людям Вызванные его же недокарантином Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки И оставляйте свои комментарии И пожалуйста, будьте здоровы!